Всем привет! Меня зовут Мачо и добро пожаловать на мой канал Польский Смачкием, польский язык с Мачоем, на котором я помогаю вам изучать мой родной язык. И сегодня мы поговорим о том, почему надо опасаться автоматического переводчика. Поехали! Друзья, в польском языке есть слово bang. Это не научное и точное определение, это разговорные, это может быть, например, шершень или шмель, какое-нибудь насекомое, которое больше пчелы, как правило. Я помню, как моя бабушка в огороде кричала за мной, мачо, мачо, уважай bang. То есть, мачо, мачо, осторожно, там летает что-то огромное, что-то больше пчелы. Польские дети знают это слово также потому, что оно имеет еще одно значение. Это детская игрушка, которая по-русски называется волчок. И вот есть такой детский стишок по этой теме, он звучит следующим образом. Бонг за бонким, то есть это насекомое, оно бежит одно за другим, босиком, и обращается одно к другому. Напрямую, то есть братан бонг. Это звательный падеж, поэтому такие окончания, это прямое обращение. Як пшиемня, так приятно. И вот смотрите, что из этого миленького детского стишка делает автоматический переводчик. Внимание на экран. Пердеж за пердежом бегает босиком. Брат пердун, как весело. И сразу же ставится вопрос, почему? Оказывается, это слово имеет еще одно значение. Существует разговорное выражение пустить бонка. И это значит пукнуть. Потому что если вы пукнули, вы же отпустили что-то, что потом летает и крутится в воздухе. Вот поэтому. Такие дела. Так что, ребята, я не рекомендую пользоваться автоматическим переводчиком. Лучше выучить по-настоящему польский язык. Например, со мной носителем, который говорит по-русски. Я приглашаю вас на мои курсы в онлайне. Ссылочка внизу экрана. А на сегодня это уже все. Спасибо за ваше внимание. До новых встреч!